дорогие товарищи здравствуйте сегодня 11 января 24 года ребята краснодарский край я сегодня решил сделать такой ролик вот вам может кому-то интересный мод неинтересный будет ну кто любит такие такой такую подачу материала тот меня поймет и тут вы слушать до конца но я сразу хочу сказать всем большое спасибо за то что вы смотрите мне очень приятно ребята у меня сегодня переступил порог я 13 тысяч подписчиков это как для блогера как для человека который уже вовлечен в это дело очень приятно конечно ребята очень приятно вы даже не представляете как это приятно но это уже как болезнь понимаете это наркотик уже это уже спортивный интерес появляется все хочется больше и больше побежал ты 100 метровку за 20 секунд хочется за 18 16 15 за 14 13 даже хочется а если за 11 вообще прекрасно правильно правильно так что ребятки спасибо вам большое отдельное спасибо за тем кто не высылает донат и конечно вот недавно кто-то выслал 100 рублей мелочок а да что такое 100 рублей для человека это ничего а посреди николаевичу приятно понимаете чем просто потому что это уже на спортивный интерес появляется понимаете получается я на работе сейчас нахожусь ребята вы не думайте что я тут елки-палки на работе сидишь и поэтому я все под контролем я все вижу справа слева прямо наверное еще и сзади вижу ну такое не более меня мониторчик здесь стоит все классно все хорошо тем более понимаете я мент бывший мент бывшими слава богу что я уже не настоящий мент потому что я сейчас не завидую работникам полиции которые работают это тяжелая работа ребята и кто не понимает этого мусора там менты ребята вы вы заблуждаетесь ребят я когда работал я уже 23 года на пенсии было тяжеловато но по сравнению с этим временем ребята эти люди которые работают час и форму носят это какие-то особые люди ребята это не каждый туда пойдет сейчас ну ролик не об этом совершенно ребята совершенно не об этом и вы если я там запинаюсь немножко понимаете следующее у меня никогда не заготовлен текст я снимаю и говорю то что я думаю то что у меня приходит что уходит к вам у меня нет вот это вот по за по бумажечке и некоторые цитаты я записываю потому что все не упомнишь естественно я хочу начать стихом ребята сначала я хочу вам стихи прочитать сейчас секундочку просто меня не может отвлекает естественно я на работе я почитаю вам ребята послушайте внимательно мир не лучше и не хуже он такой как видишь ты кто-то видит только лужи кто-то звездные миры я уже этот стих зачитывал я сейчас подвожу плавненько к чему я подвожу сейчас вы поймете почему я дальше в одно окно смотрели двое один увидел дождь и грязь другой листвы и зеленую вязь весну и небо голубое правильно правильно дальше оптимисты видит свет в тоннеле пессимист видит в нем лишь тьму реалист видит движущий движущийся на них пу из тоннеля поезд и только машинист поезда видит трех дураков сидящих на рельсах и о чем-то спорящих все зависит ребята от того кто смотрит из какой точки смотрит понимаете чем просто и дальше человек замечает в мире лишь то что уже несет себе экзюпери сказал это вы понимаете не просто так ребята это все просто так да нет ребята это не просто так у меня много чего здесь хорошенького есть для кого-то стакан на половину полон а для кого-то на половину пусты оптимистик и семейство правильно и все прочее так далее позабыв про горе и страдания верю я что кроме суеты на земле есть мир очарования чудный мир любви и красоты ладно хватит лирики подвожу я к основной теме почему я решил записать сегодня вот этот ролик ребят я вот взял шпаргалочку 4 февраля 21 года я выложил ролик где и как ночуют воробьи помните да может кто смотрел и все прочее тогда на данный момент просмотров почти что 169 тысяч этот ролик 169 тысяч это очень много ребята часов 3200 часов люди просмотрели этот ролик ребята вы понимаете да на этом ролике я заработал подписчиков так называемый заработал кавычках 646 подписчиков плюс и благодаря вам уже стало 13 тысяч ребята 9 человек уже на 14 тысяч пошло на этом видео я заработал 16 долларов 84 центра но это бы с учета жителей россии ребята потому что мы сами знаете сейчас санкции на россию наложили и монетизация просмотров российских не идет средняя продолжительность ролика 1 минута 9 секунд хотя всего 2 2 минуты 55 секунд ребят мои подписчики те кто подписан на меня посмотрели от общего количества всего 0,4 процента ребята это очень мало а остальные 99 и 6 десятых процента посмотрели люди которые на меня не подписаны вообще россия посмотрела 73 и 8 десятых процента от всего ролика украины 5 процентов белоруссия 3 процента казахстан 2 и 7 десятых процента германия 1 процент ну и так далее пошло 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 ниже 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 представьте если бы россия монетизировался какая была в сумма заработанная на вот этом на единственном ролике ребят но опять же я даже не это хотел сказать один парень мне написал не понять этот youtube как работает алгоритмы я тоже понятия не имею сначала этот ролик сидел сидел тихонечко никто мало просмотров было потом немножко пошло что там семнадцать тысяч просмотров было а вот где-то месяц назад ну может чуть чуть больше как поперло вот представьте да и 169 тысяч просмотров это один из самых один из самых больших моих просмотров самых лучших роликов получается там еще есть по 200 тысяч закон ну этот самый но даже опять не в этом дело совершенно ребята даже не в этом дело подавляющее большинство подавляющее большинство зрителей написали мне комментарии шикарнейшие спасибо вам я не знал где ночует я хоть раз увидел спасибо дорогой человек вам ну вот если у вас будет желание просмотреть этот ролик ребят вот посмотрите его я вам советую почему сейчас дальше доведу но есть количество зрителей который наверно то зашел на пять секунд гнял гляну что я разбудил одного воробушка и все такое пишут ребята ты и садистом и зоофил люди больные вот я я почему как больные ну как каждый смотрит как оптимист и пессимист оптимист и пессимист я почему вам вначале прочитал вот эти стихи ребята вы же понимаете в чем вопрос я подошу чему какие мы все разные мы до такой степени разные что дальше некуда ребята понимаете ну я тут ролик снимал помню это было в феврале месяце кто-то мне написал и ну за воробьи начали говорить и у воробьев у нас полно а ты бы снял показал где они что они как они и вот я вспомнил свое детство ребята это ностальгическое было видео мы в детстве ну тоже не было компьютером телефонов ребята вы понимаете мы тогда жили жизнь совсем другой связанность природой мы бегали мы играли у нас было луки и стрелы рогатки самопалы игры футбол волейбол в эти почему наше поколение намного крепче вот этого поколения которое нынешние вы же ребята молодежь сейчас я не хочу вас обидеть вы же через раз дышащие и вы этому даже не ваша вина ваша беда потому что вы же видите что в мире делается какие технологии паскуднейшие они ж робят человека а мы раньше жили натуральной жизнью ребята этих воробьев в этих воробьев трудно признаться конечно и стыдно признаться мы на самом деле делать же было нечего их будили ночью такое творили когда-то помню привязали даже бенгальский огонь воробушку за ногу подожгли его и пустили этого воробушка и он улетел беды летит это же бенгальский огонь горит за ним след видно как он полетел беденки так о чем говорить за воробушкой и за наше личное там отношение к тем птичкам если например в школе нас выгоняли как выгоняли были какие-то дни мы ехали в лесопосадки ну посадки знаете в херсонской области там же нас посадки лесового нас нету и разоряли гнезда грачей ну кто-то называет их вороном и грачи есть такая картина грачи прилетели мы уничтожали птенцов разбивали яйца это не потому что нам хотелось а потому что нас взрослые это заставляли делать потому что грачи уничтожали баштан вы понимаете арбузы уничтожали полностью не только арбузы ну если их слишком много она много потом сусликов заставляли выливать сусликов ребята на каникулах я не помню у меня цифра 50 штук надо было принести в школу 1 сентября 50 хвостиков от суслика то есть надо его было водой вылить с норки поймать убить отрезать хвостик выслушить его и принести в школу отчитаться вы понимаете какая была совсем другая жизнь была непонятная ну такая такое было ребята ну что мы скажем есть такое было понимаете и тут меня с темы с этим воробьям ребята ничего с тема воробьям и не сталось понимаете я просто вспомнил детство и сказал что там я это с детства люблю люблю смотреть за ними поймать и убрать я я обожаю природу ребята вы даже не представляете чтобы не назвать зоофилом или садистом ребята надо знать меня но если посмотрел пять секунд и почему-то тебя там приклинуло и ты на самые навешиваешь ярлыки ребята не надо навешивать на или ярлыки на на кого-то вы за собой смотрите ну это я наш обращаюсь к тем кто вот такие вот пишут так его там ты что такой зверюка я оказывается то вы ребята сергей николаевич или знает я добрейший человек на свете если я плохой в этом отношении тогда вы тогда вы вообще не знаю кто понимаете ну и опять же обращаясь к тем кто неправильно понял кто там елки-палки там ухты тут 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 сколько я сделала для сбережения природы ребята и для экологии как говорится мало кто это сделал поймаете чем брут ну ребята каждому свою так что дорогие мои по ее уже 13 минут конечно вы не досмотрите понятно вопрос тут полтора человека досмотрит остальные конечно скажут ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой ребята я желаю вам всего хорошего любите природу будьте добрыми и не валяйте дурака а то сами понимаете не все хорошо получается все я вас люблю уважаю обнимаю кто досмотрел до конца рассыловываю во все во все места до встречи вам боюсь у у у у у у у